Конечно же, это всё, ну, такие, знаете, пиар-операции, причём пиар-операции на крови. Очевидно, что была недолжным образом применена антиракета, которая попала в эту больницу детскую. Немирное принуждение. Зачем Кремлю? Дамбовый шантаж. Российская военщина стала автором страшного военного преступления, разрушив в ходе целенаправленного ракетного удара крупнейшую в Украине детскую больницу «Ахмадед». Ну, очевидно же, что это ракеты ПВО. Провокация, которую устроил киевский режим, вокруг якобы нанесения ударов Российской Федерации по гражданским объектам, в частности, больницы. Случившаяся трагедия в очередной раз потрясла мир и продемонстрировала склонность путинского режима к жесточайшим актам устрашения. Акты подобного рода не вписываются в логику здравомыслия, позволяют в очередной раз вскрыть античеловечные методы путинцев в достижении ими своих адских целей. В Кремле до сих пор не отказались от задачи полного уничтожения суверенной Украины и почему-то связывают с этим выживаемость режима, хотя в действительности такая привязка видится самоубийственной. Особенно учитывая рост среди самих россиян подозрений в адекватности Путина, который все меньше и меньше вызывает к себе хоть малейшего уважения. Мы видим страшные кадры последствий ракетного удара. Окровавленные работники и пациенты больницы, дети с капельницами от химиотерапии, вынужденные сидеть на улице. Теперь эти кадры навсегда останутся в памяти, наряду с кадрами из Буча, Мариуполя, Днепра. Даже уже появились слухи о подготовке министром обороны РФ Белоусовым планов по устранению вождя. Якобы новый глава МО РФ налаживает негласные контакты с Западом и идет интенсивный обмен мнениями, каким образом можно завершить путинскую войну. Это что такое? Это государственный переворот. Наиболее слабая сторона Путина – квалификация его как военного преступника, клиента Гаагского трибунала. На международном уровне российский узурпатор не воспринимается. Ты давно утратил свою легитимность, а в нынешних обстоятельствах исчезла даже видимость избирательного процесса. Мне даже трудно объяснить, с чем это связано. Ему давно заказана дорога на виселицу, потому он вокруг себя формирует круговую поруку из подчиненных, которые останутся с ним до конца, будучи повязанными кровью, в том числе кровью украинских детей. Меньше двух месяцев понадобилось технократу и кабинетному чиновнику Андрею Ремовичу Белоусову, чтобы превратиться в военного преступника. Здесь стоит напомнить, что события 8 июля как раз были страшным обрядом инициации Белоусова, вероятно, без его ведома, а через агентуру влияния Шойгу в Минобороны и Генштабе. Нет никакого оправдания ударом ВКС по больницам, жилым кварталам, бизнес-центрам, просто настоящий геноцид, вопиющее нарушение основ устава ООН. Чего не сделаешь, дабы и Белоусова вписать в число террористов, сделать полностью своим. Я не знаю, кем надо быть, чтобы отдать приказ о таком ракетном ударе. Я не знаю, как собираются дальше жить те люди, которые этот приказ выполняли. Путинское министерство обороны уже заявило о том, что на больницу якобы упала ракета украинского ПВО. Это воронье и лицемерие. Есть видеосъемка, есть задокументированные свидетельства. Пресс-релиз Минобороны отвратительно циничен. Удар якобы был нанесен по объектам военной промышленности Украины, авиационным базам ВСУ. Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, говорится в заявлении Минобороны. Наконец обнулились все имитации Кремля на тему мирных решений, посреднической миссии Орбана. Даже в Пекине царит серьезное разочарование своим неуклюжим вассалам, который мечется в поисках не только перелома в своей агрессивной войне, но и подыскивает новых покровителей, вроде Индии, враждебной Китаю. Такие финты не прощают. И, вероятно, китайцы больно ответят россиянам. Нельзя исключать, что в Африке, где они путаются под ногами у китайских колонизаторов и нарушают глобальные планы Красного императора Си. Новым эпизодом усиления давления на Украину со стороны Кремля выступают заявления пресс-секретаря МИД РФ Захаровой о якобы подготовке украинской стороной провокаций с подрывом дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Зачем и для чего, совершенно не ясно. Абсолютно нет никаких сомнений, что режим Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения. Зачем? Очень просто. Чтобы затем опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоцидии, заодно выключить у Запада новую помощь. И, конечно, прикрыть свою туристическую деятельность. В большой православный праздник Лавровская прихвостень выкинула в массы абсурдную провокацию, направленную на информационный террор украинцев, усиление в их рядах настроений страха и безысходности. Подними руку и скажи, я капитулирую. Все. Но будем трезвыми. Такие резкие заявления путинские террористы делают не просто так. Тут очередной пример многокомпонентной операции. Влажная мечта Кремля состоит в капитуляции Украины. Пусть даже ценой колоссальной людской трагедии, вроде затопления части Киева водой из Киевского моря. Результаты анализа показали, что в случае разлива Киевского водохранилища площадь затопления составит до 2000 квадратных километров. Под водой могут оказаться 76 населенных пунктов, не зданий, а населенных пунктов. При этом наиболее серьезный урон будет нанесен и расположен вдоль рек Днепр-Десна районам Киева. А число пострадавших составит до 900 тысяч человек, практически миллион, 90% которых это столичные жители. Соответственно, после Ахмаддета на прицеле ВКС объекты критической инфраструктуры повышенной опасности, вроде дамб, нельзя исключать попыток нанесения врагом ракетных ударов по упомянутым дамбам и последующий перевод стрелок на украинскую сторону. Боятся они, самое страшное, уничтожение дамбы киевской. Потому что вот там, если ее, не дай бог, что-то с ней случится, погибнет большое количество людей. Очень большое количество людей. Вот киевская дамба, вот это страшно. И здесь никакого ядерного оружия будет не нужно. Вот если киевская дамба, то это да. В то же время эксперты подчеркивают стойкость конструкции дамб, устойчивых даже к применению тактического ядерного оружия. При этом уровень воды в резервуарах водохранилищ не так велик, чтобы принести РАФ желаемый смертоносный результат. Пока все выглядит как закладка под некую будущую опасную акцию с целью склонить Киев пойти на поводу российских ультиматумов. Ну раз уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанции, вообще может стоит присмотреться к началу этого каскада, Киевской ГЭСа, там прекрасное водохранилище, так чуть-чуть повыше Киева, 4 там по-моему километра кубической воды. Я бы подумал над этим. А мы чего добьемся? А просто показать. А и да, если все пройдет, как говорится, по плану, как в песне гражданской обороны, то на Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться. После саммита НАТО Москва осознала свои слабости, в частности, дефицит мощностей для производства оружия своими силами, ненадежность азиатских партнеров и эфемерность успешных развязок на фронте. Потому по максимуму повышает ставки, склоняясь даже к организации техногенных катастроф. В 2014 году в Сирии боевики Исламского государства с трудом захватили стратегически важный военный аэродром Табка. При его захвате они потеряли просто огромное количество людей и техники. Всего через два года демократические силы Сирии выбили террористов с этого аэродрома. Потеря этого аэродрома для Исламского государства была просто катастрофической. Что я хотел сказать. Табка располагается на берегу искусственного водохранилища Эль-Асад, которое, ну, чуть-чуть меньше Каховского водохранилища. И вот с потерей табки идиловцы получили удар, после которого уже не смогли оправиться. Но у террористов, которые зверски убивали людей перед камерой, даже мысли не шевельнулось разрушить дамбу. То есть даже террористы-фанатики понимали, что есть вещи, которые нельзя. Вот и думайте. Субтитры создавал DimaTorzok